МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята должны прощупать, каково это написать пост, каково это сделать картинку, записать видео. Они должны по-хорошему общаться уже с теми, кто будет сидеть за экранами своих ноутбуков или телефонов и говорить с ними путем написания текста. А после все играли, школьники решали предложенные кейсы и отрабатывали навыки по продвижению рекламного контента. А еще по условиям игры ребята должны были придумать идею с собственными силами разработать проект и распространить его в интернете. Пост с картинкой, видеорядом или инфографикой обязателен. На данный момент мы придумали рекламную кампанию, которая называется Сапфир. У нас в команде трое человек. Это я, дизайнер, Елизавета, копирайтер, она будет писать тексты. Сапфир мы придумали название Сап, это типа подписка на нас будет. А Сапфир это именно как минерал, такое у нас все в синих тонах. Я вообще хочу развиваться в сфере журналистики, в медиа сфере. И всегда хотела быть, наверное, телеведущей, работать в кадре. Наверное, мечта это многих. Ну и в принципе, возможность получить какие-то новые знания, новые знакомства, новые связи. 23 человека, десятки лекционных часов, практические занятия, игры. За время обучения участники проекта познакомились сразу с несколькими направлениями современной медиасферы. Таргетированная реклама, интервью, режиссура, спецпроекты, публичные выступления, фотосъемка и фотообработка, видеосъемка и монтаж, дизайн. В этом году у нас был намного больший набор, чем в предыдущих. И, соответственно, мы отобрали вдвое больше людей, чем в прошлом году, 23 человек. Лучшим учеником медиашколы стала Юраж Дарья, набрав 39 баллов. Ребята получали баллы за посещение, за домашние работы и также за активность. Приятный бонус лучших по итогам обучения в медиашколе ждет стажировка на 12-м канале.